Умер Михаил Горбачёв, вы уже знаете, первый и последний президент Советского Союза. Именно на него в итоге свесили ответственность за развал великой некогда страны, но сказать хотел не об этом. Есть два момента, которые меня всегда умиляли. Первый, а почему только Горбачёв? Почему его одного в крайние записали и, начиная с 91-го года, клеймили по маме и по папе, мол, такую страну прослал? Хочу напомнить, что в СССР руководящая роль, и так было по Конституции, отводилась партией, а не конкретному человеку. Не верите мне? Найдите этот основополагающий документ в любом Яндексе, полюбопытствуйте. Ну да я за вас уже. Он я сделал, цитирую. Руководящий и направляющий силой общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Компартия. Она определяет генеральную перспективу развития. Линию внутренней и внешней политики руководит великой созидательной деятельностью и бла-бла-бла. То есть, ребята, ещё раз. Исходя из Конституции образца 1977 года, рулили нашей страной партийные боссы вроде как коллегиально, все вместе. А не как сейчас. Но ответственность за развал страны свесили на одного единственного человека. Кстати, ещё один интересный момент, это уже второе. Горбачёв ведь после 1991 года ушёл со всех должностей и в принципе из большой политики. Чего не скажешь о его соратниках, тогдашних соратниках, которые и сегодня продолжают держаться за свои кресла. Не будем сейчас говорить о первых лицах государств СНГ. Это не наше собачье дело. Потому что в России до сих пор во власти сидят экс-коммунисты и экс-комсомольцы Горбачёвского разлива. Вы откройте биографии-то наших выдающихся старичков и бабусь. Поизучайте. Так это же они вместе с Михаилом Сергеевичем принимали активное участие в уничтожении великой державы. Просто один партбилет поменяли на другой, который получили после. Так почему мы решили, что эти дедушки и бабушки не смогут повторить? Тем более, тогда они хотя бы молодыми были. Может быть и правда во что-то верили. А сегодня тупо доживают свой век. В компании с маразмом зачастую. Но вот чтобы не быть голословным, Матвиенко 74 года, Лаврову 72, Терешкову 85. Вы думаете, они прямо сейчас пытаются заглянуть в какой-нибудь 2050 и размышляют. Господи, в какой интересной чудной страной Россия станет к тому моменту, увы, серьезно. Это реальная журналистика. Как обычно о прекрасном сегодня. Поехали. Ну и давайте к рывкам с прорывами, так сказать, к исполнению последней воли покойного. Хотя я не уверен, что в завещании Горбачева все это было. И тем не менее, Китай нарастил ввоз золота из России. Об этом намеднее написали РБК. В июле драгметалла и скреп державы вывезли аж на 108 миллионов долларов, что в 9 раз почти больше, чем месяцем раньше и в 50 раз больше, чем год назад тем же июлем. Пропагандисты, как обычно, из штанов выпрыгивали, радовались. Рекорды кричали, мы бьем. Ватники им вторили, аплодировали. Какие рекорды, хочу я задать вопрос. Рекорды по разбазариванию национальных богатств. Страна, блин, входит в страшнейший кризис. Мы еще даже не почувствовали его толком. Вот сейчас. С сентября полный привет начнется. К Новому году потихонечку ныть станем. В таких условиях, по идее, надо бы придержать то золотишко. Бог его знает. Как завтра изменятся расклады. Но что-то мне подсказывает. Надеяться на чудо не приходится. А мы уже сейчас самыми ценными активами разбрасываемся. Китайцам толкаем. За полцены. Дабы ребята на мировой арене. Из себя наших друзей продолжали корчить. Ну и удовольствие, которое только деньгами не измерить. Попробовать традиционные российские блины с икрой. И Владимир Путин и Си Цзиньпин смогли не только это сделать, но и приготовить блины саморучно. Оказалось, что китайский председатель блины неплохо готовит. Ощиху. Или вот эта вот история с переводом валютных активов из долларов в юаня. Ребята, курс юаня три месяца подряд падает. Что делает российский Минфин? А они берут из кубышки стабильный доллар, про который кто бы что не говорил, но он стабилен. И меняют этот доллар на юаня, неся при этом финансовые потери. Но это еще не все. Однажды мы уже привязали себя вот таким вот тяжеленным якорем к зеленой бумажке. Потом и к евро. Став зависимыми от тех, кого долгие годы называли вероятным противником. А теперь еще и недружественными государствами. Сейчас все то же самое решили проделать только в отношении с китайцами. Видимо, с первого раза не поняли. Зачитаю просто мнение по этому поводу нормального экономиста из высшей школы экономики Игорь Сафонов. Человека зовут, и это не путинский министр. Мировая банковская система устроена так. Если мы держим сбережения в зарубежной валюте какой-то страны, то все сделки с валютой проходят через банковскую систему этой страны. Именно поэтому США и Евросоюз удалось быстро заблокировать наши резервы, хранившиеся в долларах и евро. Сейчас мы будем хранить деньги в юанях. И в будущем можем наступить на те же самые грабли. Зачем ставить себя в зависимости от кого-то? Вот это вообще-то министр финансов должен говорить. Или там глава ЦБ. Что тут непонятного? Не нефть и газ. Наш преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наши преимущества Путин. И мы его должны защитить. Спасибо. Сложно, сложно, блядь, сложно. С нефтью и газом похожая ситуация. Китайцы, индусы нас спасут. Куда что-то малообразованные валенки не спасут. Знаете почему? А потому что на рынке спрос определяет. Предложение почитайте. Ну хотя бы учебник по экономике для десятиклассников. Вот хотя бы его. Да. До 2022 года, до начала известных событий, покупателей к нам действительно очередь стояла. В Европу углеводороды поставляли, а сейчас в той очереди только двое остались. Как раз китайцы и индусы. И продавать им эту нефть и этот газ. Мы будем по той цене, по которой они согласятся их покупать. А значит жесткий демпинг в 50, а может быть даже в 70% плюс логистика. Я уже показывал эту карту, но сделаю он ее еще раз. Вот так теперь будет выглядеть путь. По которому российская нефть пойдет, например, в Мумбаи через северные моря. Огибая всю Европу на юг. Представляете какой это крюк. Представляете в какие бабки оно встанет. Ну а про цену я уже сказал. Как бы там не пыжился какой-нибудь Медведев, что кричал на медни, мол. Газ подорожает к новому году до 5000 евро. Да нахрен у тебя его никто за 5000 покупать не будет. У тех же китайцев, да, а китайцы у тебя только по 350. Или сжигает от газ, как делаешь сейчас. К тому же, напомню, мы с этими санкциями на такой плотный кукан кусок присели. Зарплата вашей мечты? 100 тысяч в месяц. Где можно столько заработать? Не знаю даже. 1020 хотя бы. Ну не слишком ли скромно? Ну хотя бы так, чем 10, например, как я зарабатываю сейчас. А на ваш взгляд, какой должен быть доход, чтобы жить не бедно? Ну тысяч 20-30 может быть. Чтобы это заплатить за коммунальные услуги, продукты купить. А разве вы о большем не мечтаете? Так кто же мне такую зарплату заплатит? Да, спорта, этот абсурд меня доконал. А впрочем, про ожидание какого кризиса, я говорю, недаром показал сейчас вам вот эти вот кадры. Они сняты не в Голливуде. Данные опросы проводят мои коллеги с канала Аврора на улицах наших, российских городов, Ростовская область. В данном случае было 20 тысяч рублей. Мне хватит, говорит человек, ну 30 для полного счастья, вторит ему другое. Ведь обратите внимание. Ребята, никаких толкашей опрашивают, это нормальные люди, молодые даже. И 20 тысяч зарплаты мечты, ёппер СТ. Да эти люди в том кризисе постоянно пребывают, для них он начался сразу с рождения. Поэтому, конечно, многие просто не поймут, о чем я тут говорю, нежели богато нефиг привыкать. Вот так вот они ответят, это мы. Или ты, живущий в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Новосибирске. Ты бывал на отдыхе за границей. Ну, по крайней мере, на наших югах точно бывал. Ты поездил на хорошей японской или немецкой машине. Ты покупал брендовые вещи и шелковое постельное белье. Может быть, они всего этого просто не знают. Вам много удалось за свою жизнь скопить? Нет, ничего не удалось скопить. И работала до 60. И этим нисколько не огорчаюсь. Значит, так положено. В России трудно жить, ну и что. Но она самая хорошая, самая добрая, самая лучшая. И умереть в ней не стыдно. Спасибо за это Путину. Хоть его все и ругают, и кремят. А вот если бы не он. Ладно, внешне, да, мы плохо живем, мы тяжело живем. Нам чего-то не хватает. Но понимаете, это русский народ. Ему всегда чего-то не хватает. Да хоть и не русскому, хоть кому. Я, кстати, как и вы, долгие годы пытался разгадать этот ребус. Все задавался вопросом, ну почему? Почему люди, живущие в самой богатой ресурсами стране, на планете, в самой богатой, буквально ни с чем стоят. Но при этом их все устраивает синдром собаки на цепи. Деревенской такой собаки, знаете, которая всю жизнь просидела во дворе в будке. И все, что она знает о мире, измеряется длиной вот этой вот цепи. Такой собаке бесполезно объяснять, что где-то есть красивые горы и реки. Что где-то есть поля, леса, луга, пальмы. В конце концов, она не поймет. Даже если вы выучите собачий язык, просто не поймет. Что сделали российские чиновники именно? Превратили людей в таких вот животных? Только вместо цепи беспросветная нищета и телевизор. Вот оно. Завещание Горбачева. Ладно, все, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Спасибо, что вы слушали. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Например, ссылка на наш телеграм-канал в закрепленном комментарии. Другие полезные ссылки в описании. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok